Есть в Залесье, такой не имеющий аналогов в мире, господи прости, вертолет Ка-52, с которым постоянно происходит разные если их можно так назвать нехорошие мероприятия с участием польских ПЗРК Перун, американских ПЗРК Стингер и даже украинских ПТРК Стугна. Однако, на удивление в последние пару недель как-то вроде и не было слышно о столкновениях этих чудо-машин с этими ПЗРК. И вот, как говорят никогда такого не было и снова, а именно славные вооруженные силы Украины динацифицировали три таких ударных вертолета за чуть более чем сутки. Эти девайсы, и так не очень хорошо летают потому как в силу особенности конструкции их при взлете трясет как вурдалака при виде осиного вокала, и который по мнению американских экспертов вообще не должен был преодолеть земное притяжение. А тут еще ВСУ со своими Стингерами и Перунами. А вообще, счет ВСУ по сбитым не имеющим аналогов в мире вертолетам вплотную приближается к символической отметке 200, звучит как груз 200. Согласно сообщению командования воздушных сил ВСУ-3 менее чем за двое суток вертолет этой модели был декоммунизирован 15 августа. Около 8.00 было обнародовано видео на котором зафиксирован уже пораженный дымящий К-52 что говорит о повреждении двигателя. Позже, появилось другое видео деноцификации вертолета ссылка как всегда под роликом. Учитывая доступные кадры речь идет об использовании ПЗРК. Отличился в этих трех случаях какой-нибудь польский Гром или Старстрик не так уже и важно. Главное что это было классическое обнуление. Отмечается, что этот вертолет был подбит в Донецкой области. 15 августа, группировка объединенных сил ВСУ сообщила об уничтожении еще двух К-52 которая на счету у стратегической группировки войск Хортица. В общем друзья, по учету генштаба ВСУ противник потерял уже 195 вертолетов всех типов. Так что не имеющий аналогов в мире вертолеты оказывается несмотря на всю их распиаренность так и тяжелее воздуха. Что в очередной раз и подтвердили как в народе шутят три брата акробата. ПЗРК Перун, ПЗРК Старстрик и ПЗРК Стингер. Перун, ПЗРК Старстрик и ПЗРК Старстрик и ПЗРК Старстрик. Продолжение следует...